всем привет друзья те кто писал где же ретро телефоны обзору на ретро телефонов я их купил огромную кучу 10 или 11 штук разные при том все модели кассовые даже есть модели для американского кассовые ну имею ввиду то есть популярный вот к 750 именно ему и сейчас и посвящает обзор но там еще есть и engage я ее помню с 2003 года там я помню играл в прайдер лара крофт это было по тем временам это было круто его кстати держать надо было вот так то есть не вот так а ребром разговаривать там у меня есть для американского рынка очень крутая крутая sony ericsson раскладушка тоже 4 или 5 года есть даже телефон motorola с енк экраном все они кнопочные все они ретро но к 750 у меня не было этого телефона но sony ericsson я хорошо знаю у меня был к 810 к 850 с тремя сенсорными кнопками из 5 мегапикселей первой в мире камерой но об этом не будем кстати обзоров очень много посмотрите этот обзор и перейдите плейлист там очень много разных обзоров и на ноги вот один из следующих обзоров будет на 3250 это вообще просто произведение искусства до сих пор не устаревшие это реально очень круто ну что касается к 750 ребята это по мнению многих и не только мое мнение 2005 году был один из самых лучших телефонов у него был конкурент их отлично помню 6230 nokia по-моему даже сайт или этот сайт приставка неважно и еще samsung d600 и потом только появились валкманы в 800 в 810 у меня был ух много всего но основная фишка а то вот рассказываю вам же интересно что за телефон ребята двухмегапиксельная камера которая до сих пор делает ну не то что хорошие но в принципе неплохие снимки а это 2005 год все-таки это очень давно обзор снимаю в девятнадцатом году 14 лет назад и этот малыш до сих пор живой 99 грамм весит из плюсов из того что до наших дней дошло это хорошее оснащение не считая разъемов убогих объясню есть и к порт передавать файлы можно было но медленно можно было управлять техникой а что еще нравится эта поддержка карт памяти то что в телефоне самой памяти знаете сколько было это вообще куром на смех называется вот кстати мне батареечка села они не села здесь порядка 30 мегабайт плюс карта памяти еще в комплекте 64 гигабайта шла экран 18 дюйма ребята 1 и 8 176 на 220 все те кто вот в нулевые годы скачивал себе игры помните выбираешь и потом стала появляться 240 на 320 мы считали были я вот помню когда на таком экране использовал телефон я думаю блин это же круто 240 на 320 думаю блин игры стали появляться асфальт 1 2 3 4 все это было здесь еще там прайдер это было конечно по нынешним меркам это смешно и грустно но на то время это было технологии это было круто так вот кнопки приятную белую подсветочку имеет она реально приятная хорошо видно телефон обладает кнопками громкости но эти кнопки они просто так громкость не регулировали когда появился android отлично помню мне очень сначала удивляло это что можно просто взять и регулировать там звонок отсюда не лезть дебри меню а здесь такой возможности не было они просто показывали что 31 мегабайт свободен фонарик здесь есть очень удобный джойстик кто бы что не говорил я пользователь sony ericsson к 300 у меня два было один я потерял второй потом купил такой же вот времена были и джойстик очень удобно и он очень плавный и управление с джойстиком осуществляется просто офигенно мне реально очень это нравится кстати можно было записать на джойстик вверх-вниз фонарик можно было поставить так что не нужно в меню лезть насколько я помню очень удобно ну да ладно самое интересное что мне не нравилось раздражало очень дико это вот эти фастпорт это второе поколение разъема первое было по-другому немножко он выглядел это было ужасно потому что уже вовсю были mp3 плеер и джек три с половиной миллиметра мы о нем очень я по крайней мере раздражался мне не нравилось что нужно было покупать а за 100 долларов а тогда курс рубля был где-то 27-30 32 рубля за доллар и 3000 стоили наушники блин это пипец на зарплата тогда была 2003 году в м-видео продавцом первой категории было 11 12 500 тысяч и я брал с собой 100 рублей на эти 100 рублей я ел я покупал себе сигареты я тогда курил и на проезд по-моему еще то есть инфляция у нас дикая в россии и тогда вот блин покупать за три тысячи блин это жесть была разъемов то есть специально не делали чтобы покупать наушники то есть чем сейчас мы столкнулись опять компания по которой кстати в первом айфоне сделал разъем для наушников его убрала несколько лет назад чтобы опять же мы покупали фирменные наушники данном случае bluetooth но да ладно и не только apple так делает но они начали хотя если быть точным то начал компания лека первая но она подсмотрела этого apple по факту весь посыл какой ребята мы потеряли огромный сегмент рынка не в плане я не ностальгирую по этим кнопочным телефоном я как обычный нормальный человек конечно на большом экране мне намного удобнее пользоваться интернет почта фотографии смотреть фильмы смотреть все удобнее безусловно но они все сейчас безлики а раньше это никогда не спутаешь я уже говорил в обзорах что у тебя в руке nokia sony ericsson samsung lg тоже были хотя самсунгов lg у меня не было раньше вообще никогда только nokia sony ericsson и сименсы вот три бренда которыми я пользовался и philips самый первый телефон был то есть это была индивидуальность это была некая харизма это было произведение искусства посмотрите насколько он красивый телефон даже сейчас обшарпанный покоцанный ну и он притом не скрипит вот совсем не скрипит практически очень удобный и по тем временам кстати многие говорили я с ними соглашусь одна из лучших моделей вообще кнопочных телефонах наява которая была до этого были 610 это 2002 год это вообще хит был он стоит как раз 13000 целую зарплату целый месяц на ногах стоять с десяти до семи вечера выходить три раза в столовую не больше и что там с ну даст ну как кто работал продавцом поймет весь день на ногах работать чтобы купить один телефон хотя сейчас все то же самое как бы многие еще столько не получают чтобы купить флагман раньше по крайней мере можно было месяц поработать и ну да 500 долларов он стоял тот ладно отвлекся несколько в общем такой обзор я специально не называю характеристики кому они нужны в 2019 году единственно что отмечу экран единственное отмечу конечно батареи всегда были съемные у всех телефонов только потом с айфона как раз началось и не съемные батареи батарейки всегда можно было снять кнопки кнопка доступа в данном случае на этом телефоне есть включение плеера музыка балкманы звучали вообще круто но все равно такой малыш но звучит реально хорошо на этом у меня все 3250 на очереди я его погоняю более жестко более интересно потому что это все-таки уже смартфон это не просто я его телефон хотя и здесь мы ставили оси киу было очень популярно мы ставили оси киу на яви мы ставили киты игры читалки я читал еще на этом nokia 30 я читал еще на nokia которые вообще там 2002 года 3510 nokia ай ребят цветным экраном там вообще памяти 8 мегабайт что было мегабайт я на нему уже читал а на этих уже было все повеселее на этих еще веселее а потом появились сенсорные телефоны ладно на этом у меня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид и смотрите какой контраст вот обычный телефон но это xiaomi mi mix 2s лопатища да а это маленький sony ericsson 2005 года 750 вообще да а еще слайдеры были еще раз кладушки были все будет счастлива